Ну что, друзья, сказать, что сегодняшняя серия будет весьма важная, это не сказать ничего, потому что если сегодня вот данный персонаж не приносит нам удачи, то я лишаюсь всех денег, которые у меня есть. Потому что прямо сейчас у нас будет 100 миллионов, и Оля еще не знает, что изменилось, что добавилось, я как бы ей специально не рассказал, чтобы сейчас на видос послушать у нее реакция какая будет. Короче, здрасте, всем? Всем привет! Радмирчик, пятый сервер, и, собственно, Оля Пингвиненок сегодня в гостях. Короче, рассказываю, вышло обновление, было добавлено, ну как бы так помягче сказать, вот этот автомобиль, который сзади, помнишь, вот этот вот, он мне падал до этого, ну, по-моему, раза два. Я как бы вообще был в шоке, когда он падал, потому что он дорогой, как бы он можно было дорого продать. Вышло обнова, мы с Максом записывали серию, и Макс принес своей удачей вот эту машину. Как ты думаешь, был ли я рад? Ну, конечно. Был, но не настолько, потому что есть некоторые изменения. Во-первых, контейнеры стали дороже. Ага, тут еще. Если до этого мы ставили на зеленый, помнишь, 12-150, теперь 18-180. Как бы вроде кажется, что 6 миллионов, ну хотя это большая сумма, но когда особенно ты открываешь много, это прям дохрена. Это первый момент. Второй момент, почему они стали, собственно говоря, дороже стоить. Потому что появились машины, которые стоят просто каких-то нереальных денег. То есть, например, появилась тачка из Киберпанка, у нее государственная стоимость 200 миллионов. 200? А она кому-нибудь попадала? Максу 2. Чего? Я пока не выловил ничего. Кстати, там Андрюха выловил, Макс выловил, еще. Почему они? Ну как бы я вот сейчас, получается, это будет второе открытие. Как бы я решил сразу при... 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 Как это слово-то, блядь? При... 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 Ну, блядь. Короче, блядь, сразу использую все свои шансы. И если мне Макс не помог, почему не может сегодня помочь Оле? Короче. Кон спаун 7-1. Поехали. Подожди, а почему им везет? А я не знаю, Оля. Вот такая вот жизнь. Миллионного? Да? Вот, видишь, 18 миллионов теперь. Значит, смотри. А что еще? Я специально не показывал Оле, какие машины конкретно здесь могут выпасть. Поэтому я давай попробую вот так. Мы сейчас вот здесь вот садимся. Я не буду сейчас смотреть. Выпадает тачка. Ну, как бы, наверное, Оля узнает машину из Киберпанка. Ну, плюс-минус. Там есть другие машины. Интересные, дорогущие. Я не выловил ни одного нового эксклюзива. Есть тачки по 250. Я узнаю, потому что я же помню примерно. Самый прикол, есть один автомобиль, который стоит 300. Насколько я знаю. По-моему, Андрей его выловил, и он стоит 300. Макс не выловил. Это просто за... Я не смотрю. Ну... Ну, это было просто... Говно? Ну, не дайте. А, ну нормально. Подожди. Ну, как бы, для меня до сих пор еще нормально. Я понимаю, что Макс там, как бы, уже не обращает внимания. Я оставлю на всякий случай. Друзья, опять же. Буду благодарен, если мне... В комментариях напишите, сколько, например, тот же SLS сейчас может стоить на вторичке. Потому что цены упали. То есть, на старые эксклюзивы цены упали. Плюс ко всему, смотри. Если сливать сейчас, то есть, 18 стоил контейнер. И, как бы, тачка, которую мы продаем за 15, это уже минус. Хотя, эта машина всегда считалась, как бы... Короче, многое поменялось, поэтому... Немножко другие правила. Я оставляю себе, потому что я все равно считаю, что эти машины можно, ну, всяко продать дороже. Так, значит, соответственно, конспаун 7.1. Так, тут ничего не получилось. Давай кондел, конспаун 7.1. Я не помню, кстати, ты видела, что я теперь умею удалять? Нет. А, нет? Подожди, раз. Да, сейчас вижу. Да, 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 точно, точно. А мне казалось, что... Нет, я не видел. А, да! А, так, 18 180 раз, 2, 3. Да, что мы ждали, да. Там что-нибудь... Гол по реакции. Вот так я еще люблю с теми, кто, ну, как бы это самое... Ну, кто из зрителей, например, успевает здесь со мной вместе побывать в этот момент. Короче, я не смотрю, и я смотрю, что они напишут или скажут там в этот момент, когда я открою. Поэтому мы сейчас с тобой вместе. Отвернемся? Нет, мы отвернемся, как бы, в игре, они, ну, мы увидим, что это самое... А, руку, 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 конечно, 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 конечно. Они напишут, ну, реакцию свою, и мы по ней, соответственно, уже поймем, что там хорошее или нет. Так. Давай. Зачем я отворачиваюсь? Так, подожди, подожди. Бля, как посмотреть-то? Стой, надо... Что они пишут? Я не вижу. Ну, такое. А, ну, кстати, подожди, это... Это тачка же, это Делориан. Я не видела. Это новая машина, но ее что-то сделали... Ты как бы понимаешь, насколько смешно смотрится, когда 18 стоит контейнер. Вот я думал, что ее сделают дорогим эксклюзивом, потому что машина редкая в реальной жизни. Почему-то вот этого мне непонятно. Я прям готов, блядь, биться до последнего, чтобы они переделали этот момент. Друзья, ну, напишите в комментариях, согласны, что Делориан не может стоить 4 миллиона и как бы быть, типа, обычной машиной. Мне кажется, это бред. Но, к сожалению, ее можно купить в автосалоне, то есть она неэксклюзивная, и плюс ко всему, как бы, она стоит, к сожалению, фигню. Так, кон... Главное не боксер, да? Ну, это да, блядь. Это, это само собой, тут как бы, тут, 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 тут в любом случае, да, боксер... Так, подожди, может быть, даже 2 успеем. Учти, что теперь, несмотря на то, что у меня сейчас 100 лямов было, эта сумма не меняет, на самом деле у нас уже 67, чтобы ты понимала. Мы открыли, получается, 2 контейнера... Да, да, да. Не, ну ладно, хорошо, я этот СЛС оставил. Ну, я надеюсь, что он хотя бы стоит, ну, типа, я не знаю, 25, можно его, надеюсь, продать, потому что раньше, ну, понятно, там 40 стоил. Есть машины, просто пиздец дорогие. То есть, именно поэтому ценник, ну, не знаю, мне кажется, что это непропорционально. Я отворачиваюсь. Потому что говеных машин тоже осталось, как бы, до сих пор много. Так, я отворачиваюсь? Да, я отворачиваюсь. Сейчас, все, я отворачиваюсь. Я не смотрю. Ну, это не старое, GT был добавлен, но, опять же, он стоит 10500, минус 8 миллионов на ровном месте. То есть, понимаете, сколько жестко теперь реально стало? Я, кстати, а я не успею, походу, 18, 180, раз, два, три. Успел, успел, успел. Надо вообще скопировать это число, чтобы его быстро вставлять. Так, как думаешь лучше всего? Не, ну, мне понравилось, что мы начали. То есть, понимаете, если бы это было в предыдущей обнове, и мне выпал бы СЛС, я был бы пиздец рад. Сейчас я, как бы, рад, но, опять же, я не понимаю, просто, сколько он сейчас стоит. Сейчас сцены поменялись, все вот, особенно то, что было до этого. Что, отвернуться попробовать? Мне, или... А ты будешь... Бля, реально будет угар. Друзья, вы понимаете, о какой тачке идет речь, потому что... Ну, я, наверное, сразу пойму. Ну, хрен знает. Я ее не видела в проекте. Ну, ты, да, ты хотя бы просто зрительно поймешь, что это что-то новое. Ну, это было, но, я не знаю, это дорогое. Нет. Тем более сейчас это прям... К сожалению, ну, как бы, да, до этого 13, там, плюс миллион, а сейчас это минус 5, получается. Это контейнер-то 18 стоит, поэтому... Ребят, что-то как-то, знаете, вот, на самом деле, когда вот так вот открываешь особенно много, и вот сейчас вот как бы, ладно, там Макс как-то веселил на фоне, а когда ты открываешь вот так вот, как бы, понимаешь, что происходит, и как бы становится... Так, тут что-то ничего нет. Становится реально грустно, потому что, блядь, такая сумма стала. 18 миллионов контейнеров. Это просто настолько сокращает количество контейнеров в выпуске, по крайней мере, у меня, потому что у меня как бы тут это... У меня есть что еще продать, конечно, из машин. Давай попробуем по старинке, просто вместе посмотрим. Бля, я, если увижу эту тачку, на самом деле, друзья, она мне симпатизирует. Ну, типа, эта тачка из, так скажем, моего детства, можно сказать, и... Какая, какая? Ну, не хочу тебе говорить. Я хочу, чтобы там просто... Или сказ... Я не знаю. Ну, ладно, не говори. Ну, короче, ты знаешь, что есть этот... Из Киберпанка тачка. И, как минимум, еще... Ну, там машин, наверное, 5-7 добавлено, которые стоят больше 100. Если я правильно сейчас прикинул это. Кстати, есть Авинтадор. Новый добавили. Так, подожди, это получается... Подожди, SVJ, по-моему, да, да-да, это тоже новая машина, но ее можно купить. Ну, и опять же, 14800, короче. А есть еще один Авинтадор. Там тоже с приколюхой, скажем так, но... Ну, он матовый, наверное, какой-нибудь. Не, он, короче, этот... Короче, Авинтадор J, если честно, я узнал о существовании его как раз за счет того, чтобы он появился в обнове. Это, короче, без лобового стекла. А, да, точно. Да, такой, типа... Ну, типа, как вот этот Стирлинг Мосс, помнишь, есть этот Мерседес? Вот точно такой же, только Авинтадор, оказывается, есть. Я тоже не знал. Так, ладно, я отвернусь сейчас. Давай, вернись, да. Я отвернусь. Я просто... Бля, это будет максимально круто, если, во-первых, за счет Оли мы сегодня что-то выловим, а, во-вторых, мне кажется, я какой-то невеселый, даже стыдно, если честно, друзья, потому что, ну, вы поймите, реально, 18-180 теперь. Не 12-150, или сколько там было... Короче, все, я молчу. Я не знаю, куда мне отвернуться. Пожалуйста, сделай что-нибудь. А там мы увидим. Ну, в смысле, ты увидишь. Ой, блядь, пусть это будет та самая машина, которая больше всего стоит, которая самая эксклюзивная на сегодняшний день. Что с лицом? Ну, уже бывает. То есть, ты понимаешь, что теперь реально почти каждая машина это минус? Я расстроилась. Я тоже считаю, что 18 лямов, все-таки я тоже проанализировал. Может быть, потому что, типа, машин много теперь очень дорогих. И за счет этого... Ну, они же редко выпадают. Ну, да, ну, как бы, видишь, было 12, но были машины, как бы, ну, там, как бы, ну, их по пальцам пересчитать. Сейчас их стало больше, там, например, есть погани хуяра, это хуяра, ну, короче, хуяра. Она 250 стоит, она продается в автосалоне, но она стоит 250. Вот, как бы. Помимо того, что есть эксклюзивы, которые, ну, прям пиздец, еще есть, как бы, дорогие машины, которые можно купить, и они тоже здесь выпадают. Ну, в принципе, может быть, это логично, то, что они прибавили цены, то, что если тебе выпадет, там, машина за 200 лямов или за... Ну, да, ну, блядь, она... Ладно, похуй. Ну, это, опять же, вот эта машина, я бы, ну, был бы рад, если бы она выпала, мне... Это редкая очень. Она, ну, как бы, нет, подожди, она не эксклюзив, по-моему. Ну, блядь, ну, это 16, блядь, это 16, а мой контейнер стоит 18. Вот в этом вся большая проблема заключается. Все равно... Ну, блядь, я не знаю, но вот это везение, вот это вот с качками, блядь, и больше всего я его, конечно, жду, когда выходит обновление, потому что новые машины, пока ажиотаж, то есть они и стоят дорого, и, как бы, и интересны более... Ну, конечно, блядь, тот же Бентли, помнишь, вот старинный? А ты, кстати, так и не выбил. А этот, Додж Рам или... Додж Рам... Выбил? Нет. Тоже не выбил? Подожди, нет, нет, не выбил. Ну, как бы мне его Макс выбил, но... Ну, ты сам не выбил. Ну, там О пишут. А, ну, тут вот, вот, да, тут как бы, ну, блядь, опять же, если... Сейчас стоил контейнер 12, это было бы плюс 15, правильно, да? А так это плюс, получается, 9. Ну, это, это, это хорошо, да, потому что на балансе у меня 50 лямов. Половину мы потратили просто в никуда, как бы у нас выпал только СЛС, который... Так, вот этот контейнер сам заспавнился, кстати. Еще есть шанс. Ну, вообще, да. Ну, какую-нибудь тактику, я не знаю, какую. Давай по реакции, ребят. Давайте по реакции. Ну-ка, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. А меня, кстати, я помню, как-то это, затроллили, короче. Сказали, что, типа, такое, а там, по-моему, было это. Ну, что-то, что-то такое. Не, ну, это довольно интересно, потому что... Ну-ка, сколько там еще, 13 секунд. Бля, если эта тачка выпадет, это будет пиздец. Вот, кстати, голубенький этот СЛС, который мы оставили. Да, это где-то, да? А, я, кстати, не знаю, ну, XC90, да, по-моему, добавили. Это, типа, каршеринг появился. А, да ты что? Да, ну, сейчас подбежим, посмотрим. Так, ну-ка. Ну, пацаны, давайте, удивите. Ну, что там? Молчат пока. Ебать. Ебать нормасу, пизда, о. Так это... Это даже не КС. Это опять заскавили, заскавили опять. Вот, смотри, каршеринг, типа. Прикольно, да. Краун, каршеринг, эп, ваш корец. Ваш корец всегда рядом. Тут весь в своих цветах. Так, ладно. Короче, блядь, мне это не нравится нихуя, потому что я думал тут, как бы, знаете, ну, сначала Макс попробовали, теперь пингвиненка. Не знаю, может, все-таки скин от ебаной надо снять, потому что, как бы, вроде норм, вроде, я не знаю. А где твой счастливый скин? Галышомка, да. Ну, вот я пока еще, кстати, не пробовал ни разу, еще. А, ты не пробовал? Еще не пробовал, но это потом. Ну, потому что, ну, вроде как, и этот, этому стало везти, я не знаю. Ну, это все не работает, это все, у самого машины, наверное, не знаю. Блядь, вернись. Или сказать тебе, что за машина, или... Я жду, самый будет прикол, если ты вот не поймешь, что это что-то дорогое. Блядь, вот это будет смешно, потому что ты можешь не вспомнить. Я понимаю, что ты большинство машин помнишь и наверняка... Да помню. Ой, да, появилось, по-моему. Что там? Ну, что-то прям лютое, мне кажется. Феррари. Так, подожди, стоп, она... Я уже нахуй, подожди, нет, стоп, это у нас... Не-не-не, Ля Феррари... А, подожди, Ля... А! А, это Ля Феррари! А, блядь! Ебать, я просто подумал, что это... Блядь, я сначала подумал... Ебать! Так, подожди, стоп, она... Короче, это та самая машина, которая... Подожди, я сначала реально не врубился. Просто этих машин реально очень много и сразу... Я, наверное, оставлю, потому что... Ребята, это эксклюзив или нет? По-моему, нет. Блядь, или... Давай спросим, как у пацанов лучше, потому что, по-моему... Это не эксклюзив же. Ее можно купить в автосалоне? Ну-ка. А, эксклюзив! А, да! Оставляю, оставляю. Подожди, ебать, я заглю... Короче, эта тачка... Это... Это то... Это самая Феррари, которая параллельно с Бентли вышла. Я ее тоже не мог выловить. Ты че? Вот это уже интересно, блядь, начинается. Вот это уже... Пацаны, разгоняемся! А я реально... Я думаю, блядь, такой... Ну, это вроде 4, там, 5, 8... Какие там уже эти... Ебучие... Сколько этих Феррари просто существует, что... Потом такой, блядь, это Ля Феррари, типа... Не, ну, опять же... Ты понимаешь, насколько я... Медленный, блядь? Да, это... Нет, я должен был осенью, блядь, выбить эту тачку. А я выбил ее, получается, что... Мне это нравится. Давай. Подожди, сколько? А сколько? 2, 4 ляма. Не, ну, если СЛС... Подожди, а сколько это стоит Ля Феррари на этом саму? Может, 50 где-то? Нет? Можно... Это минимум, я думаю. Ну, да. Ну, если здесь можно было за 38 продать, это эксклюзив, я думаю, что может быть 7... Ребят, пожалуйста, только... Это круто. Не сделайте так, чтобы я слил ее дешево. Напишите реально расценки. Вот я понимаю, сейчас многое поменялось, надо перестроиться, пока реально... У тебя ее никогда не было. Это Пульман? Ну, это, кстати, подожди. Это Пульман, по-моему. Ну, он 25 же, да? Подожди, это получается... А, это... Или не Пульман? Нет, это... Подожди, я не вижу, блядь. Нет, Пульман, Пульман. О, ну... Если бы был контейнер за 13, мы бы сейчас были в Плюз. А так бы, как бы, там, что, 400 тысяч, как бы? Ну, неплохо, конечно, но... Главное, идти вот так вот, чтобы... Мне кажется, на самом деле... Бля, где... Вот, а как это работает? Почему я столько времени не мог выловить вот эти вот эксклюзивы, как Лео Феррари, а теперь... Бля, я про нее даже забыл. Я просто... Ты со мной тоже открывал, ты ничего такого не вызывал, в принципе. Я просто про нее даже не думал, потому что... Я тогда-то не думал о ней. Она просто не падала, как бы. Я сейчас его продал. А? Я реально что-то думал, блин. Я думал, что она была, типа, в салоне, и просто, как бы... Я ее не видела, мы ее не выбивали. Нет, то, что мы ее не выбивали, это точно, да. Как бы она вот... Я пытался... Давай, отворачивайся. Фух. А, я же отвернулся, получается, сказал, Лео Феррари. Ох, ну, хотя бы так, друзья. Я с отставанием догоняю потихонечку. Говно? Бокстер? Ну, уже лучше. Да, это даже не Пульман, это, по-моему, миллионов семь, наверное, да? А. Подешевела, что ли, типа? Не-не-не, это обычная, там же, типа, есть еще Пульман, и еще... Так, подожди, ну-ка. Понятно. Короче, хуйня полная. Не, ну, типа, не, не хуйня, подожди, стоп. Я просто не знаю, реально, за сколько можно продать этот самый, Лео Феррари. Слушай, мы нормально, я считаю. Ну-ка, сейчас, подожди. А, все. У меня денег нет. У меня 11 миллионов. Блин. Блин. Понимаешь, насколько быстро сотка просто улетела, блядь? А ты можешь мне деньги продать что-нибудь? Ну, сейчас быстро я не смогу ничего уже продать. Да. Надо вот СЛС понять тоже, за сколько он может уйти. И... Бля, ну, для Феррари так-то, блядь, нормально, блядь. Блин, я прям уже разогналась, думала, сейчас что-нибудь. Ну, я, вот, я тоже подумал, что это только разгон, но это если по 12 миллионов. И вообще, если честно, то это Макс мне помог, так скажем, с капиталом, потому что у меня совсем все было не густо, и, в общем, это... Ну, как бы, не знаю, у меня больше волнует, конечно, сколько она стоит, но мне, как бы, я, ну, типа, относительно равнодушен клея Феррари. Двигайте слово, что? Чё? Э! Ну, чё за птёлка села с тобой? Нормально? А чё? Повелась на Феррари, блядь. Ладно. Это шибись такая. Не мужик, а именно тёлка. Всё, Олечка, давай, спасибо, что это было. Вечером приеду. Пока. Ребят, ну, в общем, это, а почему... В смысле, а почему мотор-то сломался? У меня мотор сломался на Феррари. Ну, вот, написано, двигатель сломан. Я только стартанул, блядь, она новая была. Малыш, это карма. Нехер. Зевчонка? Да, блин, нормально, чё тут это... Это Юля сидит. На Феррари повелась. В общем, друзья, вот такая серия получилась. Ну, хотя бы, благодаря Оле, мы выбили Лео Феррари. Давай, ну, какая-то баба с тобой... Нормально, покатай, чё тебе жалко, что ли? Потом с тобой покатаемся. Сначала с ней. Чё, ей тоже, может, интересно. В общем, друзья, теперь у меня есть Лео Феррари. Осталось её выгодно продать и формировать новый бюджет для того, чтобы в следующий раз уже охотиться. Сказать тебе, чё за машину-то? Да. ЦЛК-ГТР, который такой низкий-низкий-низкий, такой гоночный, такой серебристый он ещё обычно. Ну, ты помнишь тоже, из детства модельки такие ещё были. Ну, а может, может, круглые фары у него? Ну, да, круглые фары, такой низкий-низкий, такой широкий. Да. В общем, это вот 300 миллионов стоит. Скажи, чтоб она вышла. Нормально, пусть посидит, погреется, и уже холодно. Она холодно. Жалко, что ли? Смотрит тут на тебя. Ну, скажи, что ты занят. Ну, что она смотрит? Вылупил. В общем, друзья, ладно, мы сейчас будем это с собой. Решать, кто вы только что-то едет. Оля или она? Смотри, сколько мужиков она именно выбрала тебя, потому что ты на Феррари, понимаешь? Там стоит ей 39, она же не села ей 39, она села именно Феррари. Смотри, сколько мужиков, 7 штук стоят. Ну, сиди, в чём сиди, нормально. Только мотор почему сломался, я не понимаю. Я хочу уехать к нему. Ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал. Впервые не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья. Пока!